Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре серия баллонских худилищ от компании Сабанеев. Это мастер Бола. Серия бюджетная, доступная для потрясающей, универсальной, для любительской рыбалки, неприхотливая, с возможностью заказать и купить дополнительно запчасти, а то и получить бесплатно по акции, кто у нас покупает Мультифиш. Об этом читайте на сайте магазина Мультифиш в программе лояльности. Там все расписано, все условия получения запасных частей бесплатно, до двух штук в год. Если вкратце, покупка у нас в магазине только и подписка на социальные сети. Подробности смотрите в раздел программы лояльности на главной странице под номерами телефонов магазин Мультифиш. Значит, удилища выпускаются в длинах 4, 5, 6 и 7 метров. Выполнены из карбона 32 тонны. Дальше каждое удилище, соответственно, вот таким, снабжается вот таким защитным чехольчиком, который закрывает кольца пластиковые, жесткие. Нижние кольца открыты. В общем-то, чехол служит для того, чтобы не выдвигались хлыст с кольцами. Второе колено, третье, вот самые, скажем так, слабенькие, которые способствуют, часто ломаются. Поэтому, ну, сломать нижние, конечно, нужно постараться, если уж прям совсем целенаправленно что-то чем-то не ударить. Ну, вот чехольчики такие. Значит, по кольцам хлыст, тюльпан и на нем, соответственно, два разгрузочных подвижных кольца. Это нужно для того, чтобы максимально правильно распределять нагрузку по всему бланку, чтобы у вас не ломался хлыст. У тех удилищ, которые такого нет, лучше, в общем-то, не покупать. Дальше. Второе колено. Точность также снабжена одним уже подвижным вот таким колечком. Точность также для того, чтобы нагрузка с ростом ее, да, переспределялась дальше уже на третье колено и на последующее, чтобы палочка не ломалась. Значит, по катушкодержателю. Надежнейший катушкодержатель всех времен и народов. Никаких проблем никогда с ним не возникало. Туда вставятся катушки, ну, чуть ли не до шеститысячных. Естественно, такие не нужно ставить на баллонки, поэтому, скажем так, две тысячи, полторы, две с половиной, три с половиной, да, даже четырехтысячные сюда спокойно ложатся, уравновешивают. Ну, вот я рекомендую на 4-5 метров ставить все-таки двухтысячник примерно, да, на 6-7 метров рекомендую ставить три тысячи, либо на семерочку четырехтысячных. Ну, опять же, вот по балансу это будет, я имею в виду, в размерах Шимана, но, опять же, для каждого по-своему, поэтому смотрите, кому как удобней. Значит, давайте транспортную длину измерим. У всех транспортная длина одинаковая и составляет 100, ну, чуть меньше, в общем-то, ну, с учетом чехла, давайте будем говорить, 139 сантиметров. Значит, по диаметру комля четверка, ну, меряю, давайте, ниже катушка держателя, у всех в одном месте. Четверка 16, у пятерки 20, у шестерки 24 миллиметра диаметр, и у семерки 28, ну, 27 с половиной. Такой момент, что семерка в этой серии, с моей точки зрения, уже, скажем так, на любителя, на почитателей, да, то есть она начинает проигрывать некоторым конкурентам, поэтому, скажем так, скорее всего, это будет последняя партия, в которую приходит семерка мастер, а дальше уже я, наверное, больше на завод, заказ на нее размещать на заводе не буду, поэтому будем 4, 5, 6 только, семерки не будет. Поэтому, кому нужно, можете сейчас покупать, пока они еще, в общем-то, есть, но скоро закончатся. Плюс их это универсальность, плюс это их неприхотливость абсолютная в использовании, наличие запчастей, в том числе бесплатных для покупателей магазина мультифиш, период действия акций, пока мы эти акции проводим. Дальше, минус, в общем-то, не самый дорогой уголечек, и у семерки это, с моей точки зрения, уже не очень хороший баланс. С учетом того, что тенденции идут вперед, поэтому, если вы хотите семерку, то я бы все-таки рекомендовал смотреть в нашем магазине, опять же, вы получите самые лучшие условия, и те же запчасти, и так далее. Это, например, Волжанка Оптима, либо это Флагман Шерман. Вот, в общем-то, это из семерок, да, в варианте 4, 5, 6 мастер шикарен в плане цены, да, потому что те палочки могут быть уже подороже мастеров, соответственно, да. Ну, каждый выбирает сам. Значит, дальше, взвешиваем. Четырехметровая. Четырехметровая. 157. Пятерка. 221. Шестерка. 319. И семерка. 440. Значит, раскладываем, смотрим строй. Друзья, ну вот, разложили. Смотрите, тест у них, забыл сказать, в самом начале, да, 5,25. То есть, в принципе, баллонки рассчитаны на ловлю и на стоячей воде, кому так нравится. Ну и, соответственно, на течение, да, в рамках своего теста. Значит, у меня в руках четверочка. Друзья, наверное, не весомая, абсолютно. То есть, я знаю людей, кто на нее ловит карпа, потому что отрабатывает она очень здорово и также распределяет нагрузку. Именно поэтому не ломается. Потому что, в общем-то, когда их разрабатывали и проектировали, это люди действительно старались и занимались тем, чем надо. Давайте нагружаем. Вот такая четверочка. Видите, как она работает? Начиная, и вот она вся. Я уже даже вторую руку сейчас усилие надавливаю. Видите, смотрите, она вся в дугу, но она не ломается, ничего с ней не будет. Естественно, она может сломаться, как и все удочки. Если вы будете рыбу из-под ног вверх подымать, допустим, ловите на мостике, то есть критический угол, так называем, да, ловите на мостике, рыба зашла под мостик, и вы ее оттуда из-под мостика вытаскиваете вверх, соответственно, леска идет вдоль бланка. Вот в этой случае у вас может быть поломка, поэтому этого делать нельзя. Значит, пятерка. Носиком, смотрите, практически не клюет, да даже не клюет. То же самое по строю. Строй средний у всех. У всех абсолютно без исключения. Это средний строй. Для новомодным словом можно его назвать прогрессивным. Некоторые, не понимая, да и большинство не понимая, в чем эта разница, покупаются на слово прогрессивный. Значит, давайте нагружаем. Значит, пятерочка. То же самое, видите, построили. То есть она замечательно распределяет нагрузку, и при этом она еще за счет толщины верхней части, она будет неплохо держать у вас течение на жесткой придержке, если вы будете ловить на течении. Значит, и шестерка. То же самое, посмотрите, построили. Прекрасная палочка, она очень нравится людям. Построили она даже быстрее предыдущих двух, если вы видите. Видите, она быстро восстанавливается. Да, на подсечке. В забросе точность также хорошо работает. Давайте нагружаем. То же самое построили, видите, распределяет как нагрузку вдоль бланка. То есть карп, карась, крупная рыба, без проблем. Ну, единственное, что не совершайте ошибок на вываживании. Так, значит, Мастер Бола 700. Смотрите, она не клюет носом. Вот, посмотрите, я специально вам показываю на белый фон. Насколько это возможно. Чуть-чуть она заваривает совсем. То есть для семерки, почему ее люди любят, это вот потому, что она не клюет носом. И построили она, в общем-то, приятная, очень приятная палочка. Если вы ловите, там, допустим, карася карпа с рогаток, со стоек, то без проблем ее можно брать, без всяких вариантов. Ну, минус, как я сказал, у нее это вес. То есть, с моей точки зрения, можно сделать еще более легкую баллоночку. Но некоторым это не очень нравится, потому что закон, характерный для всех, без исключения удилищ, это чем легче удочка, тем она дороже и тем она хрупче. Этот закон работает всегда и везде. Невозможно придумать удочку, которая будет очень мало весить, которая будет очень дешево стоить и которая будет выносить там любые нагрузки. Такого не существует, это сказки. Кто вам что не говорил. Значит, нагружаем семерочку. Смотрите, ну вот я могу чуть и не подтянуться, наверное, сам на ней. Видите, мощная палка, хорошо работает, да, но минус это вес. То есть, вес в руках, она лежит нелегко. Но при этом имеет приятный строй, поэтому ее люди любят. Итак, друзья, посмотрели по фактической длине, как всегда, в самом конце. Значит, четверка 395 сантиметров, я и себе записал. Пятерка 481, шестерка 572 и семерка 672. Комплектуется вот таким чехольчиком синтетическим на завязках. В принципе, не расходятся швы. Одна строчка, поэтому ничего такого сверхъестественного в чехле нет. Я думаю, уделять время этому не стоит. А вот уделить время стоит хотя бы несколько секунд тому, чтобы люди знали, что все покупатели нашего магазина получают бесплатные запасные части до двух штук в год в период действия акции. Сразу оговорюсь, что рано или поздно такие акции, естественно, закончатся. Но пока они продолжаются. Условие два. Это покупка только в Multifish. Любого удилища, практически любого производителя. Такие акции мы устраиваем и на Волжанку, и на Земакс, и на Сабаниев, Флагман и тому подобное. Вот недавно были там Дайва, Сальма, Мейджор Крафт и тому подобное. Зетрикс. И второе условие – это подписка минимум на три соцсети. Телеграм, ВКонтакте и Ютьюб. В это желательно Инстаграм, Фейсбук и Рутьюб. При этом вы получаете возможность, если даже сами сломали какое-то колено, получить его бесплатно. Плюс к этому у вас есть бессрочная гарантия на заводской брак, на любое удилище, купленное у нас в магазине. Всего доброго вам и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok